Дмитрий Дорничев Моё пространственное убежище Книга третья Фантастические твари или хорошие рабы? Текст читает Иван Никонов Глава первая И куда лететь? Как мне узнать координатную сетку и обозначить границы сектора? Что за фигня вообще? Ворчал мужчина, порещив в необъятном пространственном океане Ему нужно было заставить убежище лететь к окраинам океана А где эти окраины? Если призадуматься, то чем больше звезд, и они ярче, тем ближе к центру Но не факт Полечу... Полечу туда, там меньше всего звезд Мотая головой из стороны в сторону, он заметил почти полностью черную область Получив мысленную команду, убежище развернулось и полетело, куда указал мужчина Оно летело медленно, но постепенно начало набирать скорость И уже через минуту блуждающий остров пропал из видимости После очищения блуждающий остров перестал быть черным пятном посреди черного космоса Теперь это, как обычно, осколок с высокой жизненной силой Но недолго ему таким быть Вскоре мертвые вновь наводнят его, и он покроется ядом зомби-вируса Сделав важное дело, Сергей направился на собрание, где присутствовали все важные люди Юбер, Соломон, Алис, Эммануэль, Кюри, Блесс и даже Валерия Итак, для начала хочу всех поблагодарить Вы все отлично поработали, и мы получили невероятные награды за очистку блуждающего острова Конечно, жалко, что мы не успели поживиться в городе Владыки Но, как говорится, жадность фраера сгубила Хотя никто и не понял последнюю фразу, но все тактично закивали Соломон поднял руку и задал вопрос Босс, что теперь? Вы продолжите путь к Берлину, а потом на родину? Соломон был серьезно ранен владыкой зомби Но благодаря чудо-лекарству и отдыху он уже был вполне работоспособен Да, но по пути нам нужно заработать денег Много, много денег Сергей рассказал про сердце мира и последствия Многие были удивлены Значит, Земля погибнет? Спросила бледная Валерия Последние дни были настолько загружены и насыщены событиями Что у нее совсем не было времени разбираться в таких сложных вещах Да, если точнее, то ее пожирает пространственный океан Тем самым он расширяется Земля действительно обречена? Спросила женщина Безусловно, система говорила, что людей пожирает вирус, делая их слабее И те вскоре станут бесплодными Это конец человечеству? Упав на стул, сказала женщина со слезами на глазах А потом она резко вскочила Но я же видела беременных в убежище И жена Соломона беременна Ну, так в убежище люди постепенно очищаются от вируса Кстати Система что-то там говорила, что на высоких уровнях убежища Мы получим возможность производить что-то вроде вакцины Ответил мужчина и замер Все присутствующие с удивлением посмотрели на него Я что, забыл про это рассказать? Ха, ну простите, слишком много дел, сами понимаете Босс, а можно об этом рассказать остальным? Спросила Алис Я не против Пожав плечами, ответил мужчина Хоть он и не подозревал об этом Но многих беспокоило вымирание человечества и гибель Земли Ладно Соломон, что у нас по итогу сражения? Двадцать девять погибших, шестьдесят шесть раненых Наши запасы боеприпасов израсходованы на девяносто процентов Я говорю и про патроны, и про стрелы, и даже про огненные смеси Потеряно два грузовика и один БМП Пулемет «Вулкан» тоже уничтожено и восстановлению не подлежит Но есть и хорошие новости Средний уровень наших солдат вырос до восьмого А еще у нас уже тридцать человек десятого уровня Большая часть из которых маги Также почти все ополченцы получили минимум пятый уровень И теперь они представляют внушительную силу Отлично Попрошу список всех, кто получил десятый уровень С описанием навыка Сделаю, босс Профессор, как там Луи и раненые? Неплохо Сухо ответил уставший профессор Но, видя, что его ответ не устроил босса, решил дать больше информации Этот старикашка оказался весьма крепким и живучим Отделался парой сломанных ребер и десятком ушибов С остальными тоже нет проблем Реанимационный стол – настоящее сокровище Моментально определяет все травмы и помогает их устранять Даже медикаментов не нужно Понял, это хорошо Алис, что у нас по добыче? Босс, мы получили 271 тысячу монет 995 ядер второго уровня 83 ядра третьего уровня И одно ядро четвертого Четвертого? С владыки? Да, босс Из наград мы получили 1811 белых 1077 зеленых 565 синих И 101 фиолетовую Так же шкатулка, что предназначена вам за победу над владыкой Неплохо А про шкатулку я помню Ну что ж Предлагаю всем идти спать Завтра То есть уже сегодня Я отправляюсь в Лиль Потому у всех будет куча дел Все разошлись Босс принял душ и отправился спать У него уже не облизала кожа Потому как он полностью восстановился Однако регенерация еще не успокоилась Мужчина заметил, что стал немного выше А еще зажила его старая рана Из-за которой он мог спать лишь на жестком матрасе Полтора дня назад Окрестности Парижа Большая группа людей военной техники двигалась по дороге на северо-восток В полдень группа устроила небольшой привал, дабы люди могли поесть и отдохнуть Генерал, разведчики докладывают, что с юга приближается большая группа красных зомби Их около тысячи В военную палатку вбежал мужчина в военной форме Да сколько уже можно? Откуда они здесь? Они же не могут далеко уходить от своих логов Черт! Разворачиваем танки! Да, генерал? Дьявол! Почему эти твари так резко активизировались и вышли из города? Крикнул генерал И в приступе ярости пробил кулаком походный раскладной стол 26 августа 2024 года, 7 утра Сергей, как обычно, помогал Жизель с завтраком Несмотря на крайне тяжелый прошлый день и то, что лег поздно ночью Он все равно к 6 утра был бодрячком Организм отказывался спать дальше и требовал физической активности «Босс, я поговорила с мужем и мы согласны» Неожиданно сказала девушка Она имела в виду предложение Сергея сделать ее системщиком «Хорошо, в ближайшем городе устроим тебе экспресс-прокачку» Улыбнувшись, ответил мужчина Чтобы сделать из обычного человека системщика пятого уровня Достаточно дать ему в руки лучевую винтовку И предоставить 76 живых мертвяков Пытающихся пробиться через стальную стену Вскоре все собрались на завтрак Многие совсем не выспались Особенно Соломон, что вообще не ложился спать Точнее, он успел часик вздремнуть, но потом его разбудили по срочным делам Луи выглядел помятым и угрюмым Он был очень расстроен из-за потери танка и того, что чуть не погубил пятерых человек, доверившихся ему Алис выглядела не лучше Соломона Она тоже работала всю ночь, но успела поспать целых два часа «Гатье, это чего такой хмурый?» Спросил Сергей, осмотрев всех присутствующих «Все в порядок, босс», — ответил парень «Его английский все еще хромал, но был намного лучше, чем раньше Просто он расстроен, что я уже десятого уровня, а он все еще восьмого» Сказал Гай, что сидел не рядом с братом, как обычно, а рядом с Аннет А та не скрывала гордости за своего парня, что был в тридцатке сильнейших воинов убежища «Нашел, чем гордиться Может, у тебя отобрать лук, благодаря которому ты получил десятый уровень?» Жутко улыбнувшись, сказал босс «Босс, не надо!» — запаниковал парень Он был убежден, что босс спокойно может отобрать лук «Посмотрим, посмотрим Кстати, сегодня хочу помочь Жизель стать системщиком, дабы ее организм стал крепче Никто не желает присоединиться «Я хочу», — сказала поднявшая руку Марта «Марта, зачем тебе это?» — спросила каждой бочкой затычка «Эм, ради ребеночка я тоже хочу укрепить свое тело» Погладив немного выпирающий животик, ответила девушка «Я тоже», — сказала темнокожая красавица, смотря на своего черного котенка Она долго думала и наконец-то решилась «Хорошо, Соломон, покажешь им, как пользоваться лучевыми винтовками И найди людей, что будут их подстраховывать» «А?» «Да, босс», — ответил задремавший мужчина «Ну что там, Татьяна, не расстраивай меня» «Хм, неплохо» — Сергей сел перед ноутбуком и открыл управление торговыми автоматами Ваши торговые автоматы Торговый автомат 2 Баланс — 133665 Стоп, а где первый автомат? Ахнул мужчина и вскоре понял, в чем причина На почте он нашел неприятное письмо Тема Ущерб имуществу Сообщаем вам, что торговый автомат 1 был уничтожен Черт, обидно Тема Новый уровень Поздравляем Ваше убежище получило 14-й уровень Ассортимент товаров обновлен Надо не забыть посмотреть список новых товаров Но потом Сообщений больше не было Потому мужчина занялся изучением списка получивших 10-й и выше уровни 12-й? Как? Ахнул мужчина, увидев первого в списке Это был пироманьяк Он перегнал Сергея, получив 12-й уровень В сражении в ущелье он и правда был машиной массового уничтожения врага Как-никак он был увешан лучшим снаряжением для магов Но, конечно же, всему виной была та комбинированная атака Тот маг воздуха, что догадался до этого, получил 11-й уровень После двух магов шел Гай Далее Ли, азиат с навыком телекинеза Соломон даже вкратце описал его боевые заслуги С помощью телекинеза Ли метал копии и метательные копии После второго уровня навыка парень получил возможность зачаровывать свое оружие После чего он может управлять им на расстоянии Исходя из описания Соломона, Ли метал копия Потом они возвращались к нему и так, пока не заканчивалась манна Потом отдых и по новому кругу Моника Знакомое имя Точно, Крикуния Пробормотал мужчина, прочитав имя следующего по списку У девушки был редкий навык Войбанши Девушка могла своим криком оглушать противников При применении против зомби у тех попросту лопались мозги Но для этого нужно было кричать чуть ли не в ухо Однако, благодаря усилителям звука плюс эху в ущелье Девушка неплохо себя показала в сражении за северные стены Далее шло огромное количество магов Луи, Соломон, пара лучников и пять пехотинцев, что орудовали лучевыми винтовками Закончив со списком, Сергей посетил раненых, а также семьи погибших Потом навестил лагерь орков Как и было обещано, Торге выделил ему 500 молодых воинов 10 молодых ремесленников и одного опытного А также 20 молодых девушек и одну пожилую Всем этим сборищем командовал орк-воин по имени Термар Этого орка спасло от смерти лекарства от системы, что предоставил Сергей И тот в благодарность за спасение вызвался возглавлять молодых И помогать человеку во всех его начинаниях Орки были в растерянности от того, что не увидят родной ковчег в течение целого года Но больше всего их расстраивало, что Торге повел воинов на великие подвиги И они остались с мягкотелами Но вскоре им было недожало понытье Потому как все они, и женщины, и мужчины, были отправлены копать картошку А Термару было велено следить за ними Кто будет плохо работать, получит лишь половину порции еды Урожай был большим 250 тонн картошки и овощей Закончив с делами в убежище, Сергей переместился во Францию В окрестности города Камбре И вызвав свой кинжал, направился к следующему городу С необычным названием Дуэ На место прибыл буквально за пять минут Энергоядра теперь можно было не экономить Потому Сергей мчался на полной скорости А все преграды сносил таранным щитом Остановившись в двух сотнях метров от города Он вызвал рабочих в экзоскелетах И те шустро установили стены Не бойтесь их, за стеной мы в безопасности Сказал босс группе девушек, что только от нахождения вне убежища были напуганы, как котята в грозу Улыбнувшись напуганным девушкам, он активировал приманку, но... Прошло пять минут, а из города выбежало лишь несколько десятков зомби Убрав стены людей, мужчина заехал в город и ахнул Он был полностью зачищен и разграблен Конечно, не уровень безумных мародеров из убежища Но что-то близкое Босс, заверните за угол, я что-то заметила Сказала Аннет Босс в это время почти выбрался из пустующего города Понял Ответил мужчина и сделал, как просили Посмотрите на восток, там большая колонна, похоже, это беженцы Похоже, в Лиль направляются И кажется, я знаю неплохой способ добыть информацию Подумал вслух мужчина и переместился в убежище Он быстро переоделся в снаряжение второго уровня Экипировался мечом третьего уровня Надел два кольца, что давали плюс один к силе и плюс один к маге А в рюкзак положил несколько бутылок воды и кучу консервов К внедрению готов Вернувшись в город, мужчина перенес из убежища мотоцикл, но обычный Правда, слегка модифицированный, дабы меньше шумел И поехал навстречу огромной колонне Колонна двигалась по трассе А1 Сергей же по трассе А21 Через пару километров находилась транспортная развязка Где он и влился в колонну Казавшаяся бесконечной, колонна двигалась очень медленно Но оно и неудивительно Большая часть людей шла пешком На машинах в основном везли различные ресурсы, топливо, припасы, материалы и детали Также на машинах ехала охрана этой колонны Но кроме гражданских и системщиков, колонну охранял внушительный армейский отряд Десяток БТР и четыре танка Помимо этого, было несколько военных грузовиков В которых теснились, словно кильки в банке молодые бойцы Это только что увидел Сергей Как ни странно, но мотоциклиста никто не останавливал и не проверял Он просто присоединился к колонне и поехал вместе с ними Люди были уставшими, грязными и голодными Но их глаза горели огнем надежды Потому, несмотря на все трудности, они продолжали идти Уважаемый, эта колонна движется в Лиль? Найдя пожилого системщика с луком за спиной, спросил мотоциклист «Иностранец?» «Да, в Лиль, откуда ты такой?» Ответил пожилой мужчина, осматривая незнакомца на мотоцикле «Системщик, ты, похоже, одиночка» «Да, только присоединился к колонне, ехал в Лиль, слышал там самый большой лагерь» Честно, ответил мотоциклист «Ну, так говорят», — ответил системщик и всмотрелся вдаль Где уже виднелись очертания большого города Им осталось 20-30 километров пути Усталый взгляд старика вернулся к собеседнику И пожилой человек продолжил «Я там еще никогда не был, но слышал множество небо лиц про него» «А почему вы решили туда переехать? Это же очень опасно» «Хм, опаснее было оставаться в Амьене Город с населением выше ста тысяч человек Примерно в ста километров к северу от Парижа «Красная зараза чуть всех не перебила» Со злостью сказал старый системщик и до хруста сжал кулаки «Красная?» «Ты откуда вообще взялся? Из Парижа пруд красные зомби Они сильнее и живучие, словно мутанты Красные, словно саранча, прошлись по округе, уничтожая и обычных зомби и лагеря выживших» «Понятно», — ответил ошарашенный мужчина и почувствовал уколы вины Ведь из-за его действий появились красные зомби «Старик, ты говорил про какие-то неблицы о городе» «Мне сорок пять, какой я тебе старик» «Ну да, выгляжу я старо» «В общем, слушай, говорят, они могут производить пищу, у них мощная армия и подобие правительства» «Звучит нереально», — покачав голову, ответил мотоциклист «Земля отравлена, откуда у них может быть производство пищи, и если это правда, то его план по обогащению находится под угрозой» Говорит на французском «Воздушная тревога! Нас атакуют!» Раздался голос из громкоговорителя Говорит по-английски «Ложись!» — крикнул старовыглядящий мужчина и бросился на асфальт Мотоциклист, недолго думая, также распластался на дороге Тем временем к колонне приближалось звено из трех вертолетов «Апач» Но прежде чем те выпустили ракеты Десяток бойцов выскочили из грузовиков с ПЗРК в руках Недолгая наводка и все десять ракет помчались к приближающимся вертолетам «Апачи» сразу же выпустили противоракетные ловушки и начали маневрировать Но по итогу два вертолета были уничтожены А последний стремительно отступал, но... Дымящийся хвост не дал ему далеко улететь «Да, так этим ублюдкам!» — крикнул мужчина с луком «Что это вообще было?» — с недоумением спросил Сергей, глядя на падающие с неба горящие машины «Американцы, будь они прокляты!» — харкнув и раздавив харчок ногой, сказал системщик «Уже второй раз нападают ублюдки! Вчера столько народу полегло из-за этих тварей!» «Зачем американцам атаковать колонну выживших?» «Они атакуют все группы, что стекаются в Лиль» «Говорят, американцы столкнулись с лильцами, когда пытались забрать все припасы из национального зернохранилища» «Лильцам это не понравилось, что из этого вышло, ты сам видишь» «А еще говорят, что американцы хотят захватить Лили и колонизировать Францию» «Звучит как бред! Зачем колонизировать этот бесполезный клочок земли?» «Прошу повежливее! Этот бесполезный клочок земли — моя родина! Какой бы разрушенной она ни была, но за нее мы будем сражаться» «Но я уверен, что американцам просто нужен источник провизии» «Если до нас дошли слухи, что в Лиле могут производить еду, то до них тем более» «Ответил системщик и яростно пнул бутылку, что валялась на дороге» «Понятно» — ответил мотоциклист и призадумался «Говорит по-русски» «На конфликтах всегда делались большие деньги, а еще я могу получить нужные мне ресурсы» «Как обычно думал вслух мужчина, катящий мотоцикл» «Ты чего там бармочешь? Русский, что ли? Как ты вообще оказался в наших краях, русский?» Проворчал системщик с луком «Просто мысли вслух» «Но вот так мне повезло оказаться за три девять земель от родины во время гребаного апокалипсиса» Улыбнувшись, ответил Сергей Ехать на мотоцикле со скоростью пары километров в час было нерационально Поэтому он решил просто катить своего стального зверя С его силы это было расплюнуть «Не повезло, еще я погляжу французский, не знаешь Весело тебе, наверное, было выживать» Сказал системщик с луком и вгляделся в собеседника «Хотя, возьму слова обратно, чистенькое снаряжение второго уровня, да еще и комплект, ухоженные волосы и чистое тело» «Да у тебя даже зубы белые» «Сука, ты вообще откуда такой взялся? Из подземного бункера какого-то» «Ха-ха, нет, из места что будет получше, чем Лиль» «Ай, брешешь!» — ответил системщик и отвернулся, потеряв всяческий интерес к мужчине, что говорит какую-то ересь Сергей же пожал плечами и продолжил путь Они уже недалеко от города, полчаса и будут на месте Еще за пятнадцать километров до города начали появляться наблюдательные посты Они не останавливали колонну, но внимательно за ней наблюдали Бескрайняя пустыня Вокруг огромного действующего вулкана расположился не менее огромный город, сделанный в лучших традициях Древнего Египта Ярко красное солнце приближалось к зениту, потому на крышах своих домов расположились люди, точнее, существа, похожие на людей Они были полностью голые, глаза были закрыты, а руки тянулись к солнцу Их кожа была практически прозрачной, из-за чего выглядели они крайне жутко Стоило солнцу оказаться в зените, как оно сменило цвет с красного на белый И как только лучи белого солнца попали на кожу существ, она начала сиять и блестеть Существа почувствовали облегчение, кто-то даже застонал от удовольствия Кожа существ начала преобразовываться и постепенно белеть Со стороны казалось, что люди, с которых живьем сняли кожу, зарастали новой белой кожей В огромном дворце собралось множество существ Их кожа была насыщенного молочного цвета Им не было нужды, как простому люду, питаться от солнца Существа были облачены в украшения и красные наряды из необычно мягкой и нежной кожи Прервав собрание, в помещение ворвался торопившийся воин Сын, жрецы выпытали у матери твари новый маршрут цели Глубоко поклонившись, сказал воин, облаченный в броню, сделанную из хитина какого-то насекомого Из-под шлема воина выглядывали красные волосы В отличие от простого люда, элита не бреет головы, дабы получить больше блаженного солнечного света Мы приказывать взять курс на перехват